Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Я человек, который часто выпускает видео что молодит женщину, что старит женщину. Скоро я выпущу видео снова о тех стилистических недочетах, о тех стильных недочетах, которые, на мой взгляд, портят наш образ. И я человек, который очень много контента все-таки посвящает лицевой гимнастике, хотя сейчас меньше, больше лицевому массажу. И мне уже не в первый раз поступает вопрос и очень интересный вообще момент. Наблюдали мои зрительницы и я в том числе вместе с ними. И вопрос звучит примерно всегда одинаково. Яна, а вот раньше, раньше женщины не пользовались кремами, женщины не пользовались солнцезащитными фильтрами. И в 40 лет они выглядели уже очень-очень плохо. Многие в 30 лет выглядели уже очень-очень плохо. В чем причина? Обычно разворачивается некий диалог между зрительницами. Они пишут, что с одной стороны тяжелая работа, а с другой стороны другие условия жизни, которые и здесь имеется в виду, речь идет не только о том, что условия были другими в плане работы и в плане, скажем так, того физического труда, который делала женщина каждый день, изо дня в день, но и в плане, допустим, эмоциональной обстановки. Мы все можем представить и понять, что послевоенные годы были очень тяжелыми, очень много мужчин допустим, увлекалось алкоголем, и вообще это была проблема нашей страны, наверное, до недавнего времени, сейчас не знаю как. То есть все это, конечно же, накладывало отпечаток на то, как выглядит женщина. Но я уже не в первый раз встречаю такое мнение, и последний раз мне очень понравилось видео на канале Ладушка. Видео вышло, наверное, год назад, но я совершенно точно согласна, о чем говорит автор, потому что сама много раз на разных языках подобную информацию встречала, и вы знаете, я по себе могу совершенно точно сказать, что есть такое определенное понятие, как готовность быть быть молодой. Готовность, именно не желание, а готовность выглядеть хорошо. Есть даже специальный термин, который называется, если не ошибаюсь, готовность к молодости, ментальная молодость, еще так можно перевести то, что я встречаю, допустим, на других языках. Вот это все характеризует как раз-таки в моем, по крайней мере, понимании не столько желание выглядеть определенным образом. Для женщин очень часто это значит выглядеть хорошо и выглядеть моложе своих лет. Я всегда говорю, что мы можем быть как угодно независимыми, выше всего этого и за природное старение. Кстати, я за природное старение, я думаю, что я буду женщиной, которая состарится природно, я не пойду под нож к хирургу пластическому, потому что я просто очень боюсь боли физической после трех родов и после удаления своих зубов. Много раз рассказывала, я себя просто добровольно за собственные же деньги не подвергну никакому хирургическому вмешательству, плюс определенные риски, которые, допустим, связаны с общей анестезией, плюс, опять же, стоимость всех этих процедур. Я совершенно точно здесь и сейчас могу сказать, что я, скорее всего, буду женщиной, которая состарится совершенно естественно. Я, безусловно, не боюсь этого процесса, потому что мы все так когда-то будем в процессе этого старения, но, как и любая женщина, я совершенно точно могу сказать, что я не хочу стареть. Я хочу как можно дольше выглядеть так, как я выглядел какими-то 30 своих лет. И я думаю, что это как раз-таки первый шаг любой из нас согласиться и признаться самой себе. Ну, я при этом допускаю, что есть определенный, но это очень, на мой взгляд, маленький процент женщин, которым на самом деле все равно, как они выглядят. Они счастливы, они несчастливы, вне зависимости от того, как они выглядят. Но для большинства женщин, женская натура, она тема характеризуется, что нам нравится себя украшать, и нам нравится выглядеть хорошо. Большую часть своего времени мы предпочитаем выглядеть хорошо. От этого мы чувствуем себя хорошо. Соответственно, вот этот первый шаг, согласиться с тем, что я хочу выглядеть хорошо в свои 40, 50, 60 и так далее, это как раз-таки первый шаг к той ментальной молодости. Возвращаясь опять же к вопросу, к ситуации, которая была описана в начале видео. Раньше женщины действительно не допускали для себя мысли выглядеть определенным образом, быть сексуально активными, быть сексуально привлекательными, вот так в определенном возрасте. Для многих этот возраст наступал уже после 30. Я очень хорошо помню из своего детства, что женщина в 30 лет, в моем представлении, в таком взрослеющего сознания, там 13-14 лет, это была уже на самом деле старуха, это ужасно звучит, но это так. Я для себя с удивлением обнаружила, когда мне исполнилось 30 лет, я вспомнила свои детские впечатления, воспоминания о женщинах 30-летних. И у меня был к самой себе же вопрос. Я себя не воспринимаю так, как я воспринимала 30-летних в детстве, потому что я не хочу себя так воспринимать, либо действительно что-то изменилось. И могу сказать, что действительно очень многое поменялось. Общество стало лояльным, стало большее количество женщин, они всегда были в любое время, они всегда были в любой стране, которые хотели выглядеть хорошо, классно, стильно, и молодо, и моложе в том числе. Но сейчас количество этих женщин больше. И вот две эти составляющие, что таких женщин больше, то есть мы видим пример перед глазами, что можно выглядеть вот так, а можно выглядеть вот так. И плюс лояльность общества, что когда ты в 40 лет, в общем-то, рожаешь первого ребенка, это для многих сейчас норма. В Европе это вообще норма, норма из нормы. Это более нормально, чем родить первого ребенка в 25 лет. Это совершенно точно, поверьте мне, как человеку, который достаточно много времени живет вне страны, в которой он родился. Могу сказать, что вот эти два фактора, они наложили отпечаток на то, что мы, конечно же, выглядим гораздо лучше, гораздо моложе, чем мы могли бы выглядеть какие-нибудь 20-30 лет тому назад, если бы мы жили в то время и имели вот эти свои 30, 40, 50, 60, 70 лет, какие-нибудь 30 лет тому назад. Конечно же, здесь большим прорывом был, как это странно бы не звучало, фильм «Секс в большом городе». Вообще, фильм «Секс в большом городе» очень сильно повлиял на меня. Я рада, что я посмотрела этот фильм, когда мне было 20 лет. То есть он сформировал мое представление, мою небоязнь того, что в 30, 35, 40, 45 ты можешь выглядеть так, как ты... Так как... Телефон садится, теперь то память переполнена, то телефон садится. Ты можешь выглядеть так, как ты выглядишь 20 лет. Более того, неоспоримым фактом является то, что сегодняшние 40-летние женщины выглядят лучше, чем сегодняшние 25-летние женщины. Об этом тоже очень много написано, очень много сказано. Этому есть много совершенно логичных предпосылок, но, опять же, все это в плане того, что, если рассматривать ситуацию в плане красоты лица, красоты тела, красоты даже рук, казалось бы, да, на руки, что могло влиять сейчас, что могло влиять тогда, кроме как отсутствия перчаток. Но, тем не менее, я совершенно точно верю, что вот эта вот ментальная составляющая, которая для многих кажется эзотерической, которая для многих кажется из области какой-то фантастики и волшебства, она очень и очень влияет. Именно об этом говорят все те, кто говорят о ментальной готовности к молодости, либо о ментальной молодости. То, что на самом деле у нас внутри, то, что мы думаем, оно проецируется не только во Вселенную, как я часто говорю, но и на наше лицо тоже. Поэтому, дорогие зрительницы, я вам искренне желаю вот этой ментальной готовности быть молодыми. Ее нужно на мой взгляд аккумулировать чем раньше, тем лучше, как случилось со мной в 20 лет. Я уже очень хотела в свои 40 лет выглядеть хорошо, классно и стильно. И благо у меня был пример перед глазами. Опять же, здесь вопрос о визуализации. Для меня, безусловно, все героини секса в большом городе явились той визуализацией, к которой я стремилась. То, как выглядела героиня Сара Джессика, Сара Джессики Паркер, для меня явилось тем, как я хотела бы выглядеть, как я хотела бы одеваться. И, кстати, сейчас, я думаю, после этого многие и поймут вот эту мою стилистическую направленность экспериментов постоянных, совершенно разных образов, помимо того, что я человек, который заявляет себя как модный блогер, который должен выдавать разные образы для того, чтобы экспериментировать и показывать свои эксперименты и говорить своим опытом, что да, так можно, и это имеет место. Но на самом деле, вот именно эта героиня в своей многогранности, в том, что касается одежды, а я думаю, что многие сейчас вспомнят и прекрасно поймут, о чем я говорю, явилась для меня также и тем, что повлияло на то, как я могу и как я хочу одеваться, когда у меня одно настроение, когда у меня другое. Поэтому вот эта ментальная готовность к молодости, на мой взгляд, и отличает современных женщин, и, к счастью, их становится все больше, больше и больше, и отличает, допустим, женщин, которые жили и имели свои 30 лет, свои 40 лет, какие-нибудь 30 лет тому назад. Поэтому настраивайтесь на молодость, разрешайте себе думать, что в 40 лет можно действительно выглядеть лучше, чем в 25. Это конкретно мой случай. Я и в 25 лет была, в общем-то, девушкой достаточно симпатичной, я была уже замужем, и в 25 лет я уже родила своего ребенка, но в том, что касается, скажем так, совокупности образа, я совершенно точно могу сказать, что здесь и сейчас я выгляжу гораздо лучше. Моя фигура лучше, моя кожа лучше, мои волосы лучше. И, скажем так, в общем, тот стиль, который я нашла, и в котором я чувствую себя комфортно, он тоже мне, скажем так, нравится больше, чем то, что я имела в 25 лет. И если сейчас меня спросить, Яна, ты хотела бы выглядеть как в 25 лет, либо как почти в свои 40, я однозначно скажу, что здесь и сейчас я выбираю свои почти 40. Желаю всем ментальной молодости, желаю всем ментальной молодости внутри, желаю всем очень хорошо, классно и молодо выглядит, как бы странно это ни звучало, из года в год, из года в год, несмотря на то, что она графически, и мы становимся старше, я желаю всем становиться только краше. И самое главное, таким образом себя ощущать. На этом с вами прощаюсь, желаю всем весеннего неба, весеннего настроения, над головой весеннего неба, весеннего настроения внутри. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока.